Вот, поэтому, ну, вообще я очень благодарна гимнастике, потому что все-таки это закалка, это строгость, это дисциплина, потому что там и растягивают без сниженов, то есть, кто не садится на шпагат, сразу же посадят, то есть, в какой-то момент, конечно, жесткости есть, и он более такой сильный, чем в балете, то есть, это есть такое, что все-таки детей и больше на них давят, можно, наверное, так сказать, и физически, ну, и психологически, то есть, это уже настроенность на какой-то успех, настроенность на результат, потому что в этом возрасте в балете еще, как бы, совсем нет такого. И я просто помню, что я пришла, когда в хореографическую училищу, я пришла сразу уже в третий класс, вот, и я помню, что, ну, к нам относились как к таким хрустальным сосудам, после гимнастики мне так показалось, потому что там педагог говорил, что если что-то очень сильно болит, не нужно продолжать, нужно сказать, чтобы как-то помогли. И в гимнастике такого нету, то есть, как бы, терпишь, терпи, то есть, вот, до того момента, когда ты можешь терпеть, ты должен терпеть, вот, и у меня это такое впечатление произвело, что какая-то, в общем, есть момент какого-то диалога с педагогом, и мне очень понравилось, что очень развивается ребенок, вот это вот в русской системе. В русских училищах это есть, что есть история балета, история театра, история бытовой танец, и здорово, это, знаете, как такое, ну, обогащение со всех сторон, вот. Вот, и я просто помню вот это отличие, отличие от гимнастики, что здесь только зал, предметы, такая целенаправленность, а все-таки в балете более такой широкий угозор, широкое развитие ребенка, наверное, вот так вот. Ну, он, безусловно, у меня все четыре года работы, они были связаны с Николаем Максимовичем Цескоридзе, потому что он был педагогом по всем ролям, по всем спектаклям, и, конечно, мне еще помогал мой педагог, который выпускал меня в Московской академии хореографии, Наталья Архипова, с ней я тоже репетировала несколько балетов, но вот Николай Максимович, он был тем человеком, который, ну, я проводила, наверное, все время с ним, и на репетициях, в классе, там, он меня образовывал где-то, там, что-то подсказывал, то есть все эти годы моя жизнь была связана непосредственно с ним, вот. И, конечно, чему вот меня научил Большой театр, я думаю, это в первую очередь выходить и понимать, что второго шанса тебе не дадут, по крайней мере, тогда так. Ну, этому меня еще научил спорт, вот, потому что там тоже нужно все сделать за полторы минуты, да, в упражнении, но, в принципе, вот, ты выходишь на прогон, допустим, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, это тоже очень важно, да, там, не показывать, допустим, другим артистам на сцене, там, во время репетиции какие-то, ну, не бросать движения, уважительно относиться к происходящему вообще на сцене, ну, какая-то, наверное, планка такая высокая, безусловно, вот. Вот, но, опять же, не могу не сказать, что это, это все связано с Николаем Максимовичем, потому что, ну, как бы, то, что он мне там дал, я по сей день стараюсь это нести и как-то воплощать. Очень интересно, конечно, спросить, что это, но я понимаю, что это невозможно описать в нескольких словах даже, в нескольких днях. Я могу сказать, что мы с ним очень много занимались классом, я уже как-то это рассказывала, так как я пришла в третий класс школы сразу, и, как бы, Николай Максимович видел какие-то пробелы, так скажем, недоработанности начальных классов, вот, и потом уже в более зрелом возрасте он это пытался исправить, мы занимались классом отдельно от основного класса в театре, то есть мы ездили в академию заниматься, вот. Вот, ну, еще такие моменты, как подходить к роли, как шить костюм себе, ну, мы не сами себе шьем костюмы, но обычно балерины делают свои замечания с закройщиком, закройщицем, как есть костюм, из чего он должен быть. Вот я, допустим, помню, что я когда первый балет готовила, щелкунчик, и получилось так, что я до этого один раз танцевала в бифлексовой пачке, то есть вот когда лиф сделан из материала такого бифлекса, вот, и мне так стало это удобно, а обычно материал не тянущийся, такой как тик, ну, такой он достаточно жесткий, ну, в обычных пачках это было и тогда, это сейчас и на Западе в основном все пачки, они сделаны из такого более жесткого материала, а в России был такой момент, что все балерины стали танцевать в бифлексовых пачках, потому что это более, как бы, свободно в корпусе, это более, ну, ноги лучше поднимаются, ну, как бы, кто как любит, конечно, вот, и я помню, что я попросила себе сделать бифлексовый лифт, и я прихожу на первую примерку, и мне Николай Максимович говорит, что это такое, чтобы никогда этого бифлекса жизни не было на тебе, то есть вот Дженни Уолт, этот момент бифлекса на сцене, он, как бы, ну, недопустим, потому что, ну, я с ним могу согласиться в этом, потому что бифлекс, он отражает свет по-другому, и он блестит, он немножко такой момент, знаете, как купальника, что ли, гимнастического, но, опять же, смотря на то, что очень много деталей, очень много нюансов, вот, но он мне тогда запретил это делать, такое вообще, чтобы на мне такого не было, и я вот по сей день такое себе не делаю, не позволяю. Да, меня всегда поражает, откуда один человек, когда преподаватель, может знать всё обо всём, обычно считается, что от своего преподавателя, но всё-таки это очень-очень большой материал, объёмся. Ну, да, фанат, и он особенно всегда относится к костюмам, то есть для него это такая страсть, мне кажется, он очень любит костюмы, он сам себе всегда рисовал и делал эти костюмы, где там вышибка, но сейчас как бы вот это тоже не очень, вот просто у него есть очень рассказы, когда он про Байдерку рассказывает, это тоже есть на Ютубе, он там делал себе совершенно отличные костюмы от, как бы, других. И вот сейчас вот я понимаю, что, ой, это зефирчик. Сейчас я понимаю, что, ну, как бы, это, ну, практически невозможно такое. Вот, знаете, казалось, там можно было с того момента, но сейчас как-то это, ну, это невозможно настолько изменить. Вот это очень здорово, это потрясающе, что он это сделал. Ну, то, что было сложно, что я привыкла заниматься в классе у Николая Максимовича, потому что он давал класс, там, в основном приходили только солисты, были заслуженные народные артистки в основном. Я стояла такая юная, и были кругом все прекрасные артисты, и, как бы, урок имел систему, было все очень строго, все стояли в юбочках, в купальничках, ну, плюс-минус. И когда я пришла в Николайский театр, и увидела, что все, как бы, занимаются, ну, кто в чем, делают некоторые свои комбинации на классе, и, ну, как бы, такое, нужно настраиваться полностью на работу самим собой. То есть, как бы, тут не будет момента, что, ну, как бы, за тобой будут так следить, что будут так тебя поправлять и вести. То есть, тоже такой момент, он собирает, безусловно, он дает заросление, то есть, ты уже не на кого-то ориентируешься, что кто-то тебе подскажет, за тебя сделает, костюм тебе скажет, как сделать, и так далее, и так далее. Исаня за тебя сделает, ну, как бы, выстроит твой график, сколько лучше готовить, с кем, как репетировать и так далее. Тут уже, конечно, полностью на самом артисте. И поэтому я благодарна, что у меня были вот эти четыре года в Большом театре, когда я смогла вообще понять, как нужно работать, сколько нужно времени. У меня еще было, ну, как бы, очень много в багаже тех партий, которые, они были не станцованные, но они были отрепетированные. И потом мне их просто нужно было немножко освежить и, как бы, перенести уже на сцену Михайловского театра. Вот. Конечно, такую самую важную роль в моей жизни сыграл Николай Максимович. То есть, он мне дал все-таки вот все то, что дает, что я могу сейчас на чем работать, что воплотить. И я очень рада, что он сейчас тоже следит за моим творчеством. Может быть, не так много, как это хотелось бы, но, безусловно, его, ну, встреча с ним для меня была очень-очень важна. Хотя тогда очень много было споров, и очень много мне говорили о том, что, ну, знаете, со стороны очень же. Много советчиков разных бывает. Не может учить девушку, что это так. Сейчас, вот даже я уже смотрю, он уже сколько преподает и руководит академией. И сейчас уже таких вопросов не возникает, да. Он не ведет класс девушек, но он очень много репетирует с девушками. И все, и все. И, насколько я понимаю, сейчас не возникает никаких проблем в понимании того, что он может это репетировать. А тогда действительно очень многие, ну, как бы мне говорили, что это вообще, ну, это невозможно, что он не знает, что он не может передать, если, ну, как бы сам нет. Но у меня было абсолютно стойкое убеждение в том, что это не так. И я вот, как зашла в зал, я поняла, что, да, это вот, это невероятный человек и личность, и его знания, умения, преподавания. И он, знаете, он помимо того, что он сам танцевал, потому что не всегда же хороший танцовщик может быть хорошим педагогом, но он именно умеет очень понятно объяснить. Вот потому что сейчас я даже замечаю, что некоторые педагоги очень хорошо показывают, очень грамотно показывают. И вот нужно с ними репетировать и, ну, вот, как бы брать глазом, вот как они показывают. То есть вот насколько... Пластика и всё. А иногда объяснить словами не могут. Николай Максимович может объяснить, и очень, как бы, очень понятно, и это очень запоминается. Вот даже он иногда рассказывает что-то о балете, и это очень хорошо запоминается. То есть у него какой-то вот есть дар в этом плане. Я себе сейчас не настолько нравлюсь в этой партии, потому что, может быть, не происходит пока вот с каким-то вот партнёром меня какого-то контакта. То есть это очень просто сложно. Это, вот знаете, это такое счастье, что я первый спектакль станцировала с Николаем Максимовичем, первую свою Жизель, потому что, конечно, это невероятная планка. И тут как бы важен и контакт, и чтобы у самого партнёра была своя линия, чтобы, наверное, он не просто приходил как бы на репетицию пустым и отталкивался только от партнёрши. Мне кажется, у него тоже должна быть своя линия, он должен понимать своего персонажа, понимать, что он хочет выразить, потому что мизансцены, они тоже отличаются, у каждой пары они отличаются друг от друга. Знаете, партнёр очень важен. И я танцевала вот когда с Николаем Максимовичем, то есть я была... Вот понимаете, у него есть такое умение, он выстраивает полностью спектакль. Он один может выстроить полностью спектакль. То есть это и все мизансцены, и, понятно, у меня тогда, знаете, у меня и не было, наверное, какого-то желания что-то делать там своё, отличное от него. Но вот у него такая, конечно, величина и масштаб личности, что он это умел делать. И умеет. Ну да, вот Светлана Захарова в основном танцевала с Денисом Родькиным. Это на себе выбор. С первым партнёром в большом тяжестве. Ну не первым, а... Его, собственно, для меня и готовил. Надеюсь, что ещё будет. Надеюсь, что ещё будут у нас совместные спектакли. И что всё-таки наш дуэт, он оставил какой-то отпечаток в сердцах у зрителей. Даже за те небольшие партии, я бы сказала. Ну вот Николай Максимович просто его видел. Он его видел как бы как партнёра для меня, что мы очень хорошо смотримся. И опять же Николай Максимович не прогадал. И вот на самом деле самое сложное, мне кажется, в балете, и чему всегда учил Николай Максимович, добиваться лёгкости, что не...